Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что у вас происходит. Значит, вы пишите. Здравствуйте, я замужем уже почти 6 лет, я двое детей, и в последнее время стал замечать, что мужчина как-то холодно ко мне относится по каждому поводу. Ну, смотрите, в последнее время вы стали замечать, что мужчина относится к вам холодно по каждому поводу. Там читать морали, кричит и так далее. В последнее время, это когда? Что произошло в вашей жизни? Сколько детям лет? Двое детей, сколько детям лет? Это все важный момент. Потому что у мужа явно стала накапливаться агрессия. У мужа явно происходит превалирование, значит, негатива над позитивом в жизни. Такое иногда бывает. Такое иногда случается. Включается иногда такое, что, значит, ну, негатив, он как бы выигрывает, он выигрывает вот эту вот схватку, да? И человек, значит, оказывается под, ну, под гнетом этого негатива и справиться вообще не может с ним. Вам, вам, вам в этой ситуации нужно как следует понять, что предоставь мужа, и помочь ему справиться с этим. Помочь ему как-то разобраться в своих проблемах. Либо найти ему хорошего психолога, например. Либо отдохнуть, мотивироваться съездить, развеяться. Либо побыть, например, вместе предложить. Тоже как вариант хороший. Чтобы вы побыли вместе. Чтобы вы вспомнили о том, кто вы друг для друга. Вот. Ну и, в общем, таким образом, чтобы вы освежили свои отношения. Но самое главное, самое главное. Таким образом, вы, мужчине, поможете, как бы, вспомнить, кто он. Обрести уверенность в себе. Поможете. Поможете ему почувствовать себя уверенно. Почувствовать себя на коне. Почувствовать себя реализованным. А он, скорее всего, скорее всего, он этого сейчас не чувствует. Потому что, потому что его съедает рутиной. Обыденно. Обыденно. Ну или, может быть, какие-то другие проблемы. Опять же, тут разум может быть. То есть, крик это что? Так вот давайте. Крик это что? Крик это агрессия. Правильно? Агрессия. Если это агрессия, то это означает, что у мужчины нет адекватной возможности говорить о своих чувствах. То есть, его что-то вложит, его что-то беспокоит, его что-то впарит. А он не может это выделить. У него нет возможности, у него нет средств для этого. И он оставлен наедине с собой. Наедине оставлен со своими проблемами, со своими какими-то переживаниями и так далее. И я думаю, что это является ключевым моментом в вашей проблеме. Потому что, ведь смотрите, какая ситуация получается. Что мужчина раньше вел себя нормально. У мужа раньше все было в порядке, да? Как вот я вроде бы понял, исходя из вашего текста. А потом у него начали происходить такие вот выпады на вас. Ну, это вот проблема. Тут нужно подумать, какой аспект, какая сторона вашей семейной жизни оказалась забыта. Социальная, интимная, личная, профессиональная, там, детско-родительская. Редко, но бывает и такое. И постараться ее как-то восполнить. По аналогии вот, например, с такой подсковицей. Когда говорят, вот, нос голову поднял, ноги увязли, да? То есть вот одно выправил, другое испортил. Вот тот самый и здесь. Вы что-то выправили, но что-то испортили. А что испортили, не заметили. Ну, это нормально, кстати говоря, что не заметили. И в итоге, в итоге ситуация вот и стала такой, к сожалению. Ну, не надо очищаться, все поправимо. Главное, чтобы желание было поправлять. Главное, чтобы желание было вытягивать. И все, я думаю, что все будет у вас нормально. Так, значит, что это морали? Это самоутверждается, самоутверждается. Кричит. Это выражает агрессию, сливает негатив. А при родителях и при детях? Здесь непонятно, вы живете с родителями? Если да, то это может играть негативную роль. При детях, ну, где-то надо сказать, что мужчины вообще где-то менее чувствительны. Поэтому это не о чем не говорит. То, что разлюбил, ну, знаете, маловероятно. Если отношение к любви проявляется в том, что он кричит и что считает морали, то нет. Нет. Если бы разлюбил, ему было бы все равно на вас и на детей. Значит, что я предлагаю? Я предлагаю проанализировать ваши отношения с мужем вообще. Предлагаю кратко, кратко, пока, проанализировать ваши отношения с родителями, дабы найти там триггеры негативные, которые привели к тому, что у вас проблемы начались. Вот. И, собственно говоря, подумать, какие стороны жизни вы упустили, если говорить о вашей семейной жизни. Вы можете сделать это сами, можете быстрее, эффективнее и продуктивнее сделать это со специалистом. Вы можете выбрать его на нашем сайте. Так что смотрите профили. Вот Кудрыжев Кудрыщев и Игорь Леонидович, семейный психолог. Вот. Выбирайте. Сам это вам понравилось. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.